Итак, вот сейчас я попрошу показать, как выглядит мост крымский вот в данную минуту после ночной атаки, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ, в военно-морских силах атакован мост был надводными дронами. СБУ свою причастность пока что не подтверждает, не опровергает, попубликовали даже пост такой со строчками «Святая, мистгарну полая, суловейку у Крыму СБУ застричает». Ну, как бы намек абсолютно прозрачный, как пишут СМИ оккупантов, слышно было два взрыва достаточно громких, движение поездов через мост нынче остановлено, не работает и паромная переправа. Ну, Роман Григорьевич, для начала хотел бы вашу оценку получить, насколько вообще эффективными могут быть вот эти надводные дроны, если получилось вот такой ущерб нанести. И сразу возникает вопрос. Помним в прошлом году, когда был взрыв на Крымском мосту, и тогда была целая операция, говорили о том, что нужно было грузовик начинить какой-то взрывчаткой, чтобы он заехал на этот мост. То есть целая действительно операция была приведена здесь же, просто атака вот эти надводными дронами. Означает ли это, что если получилось в этот раз, то похожие атаки мы можем в ближайшем, в обозримом будущем видеть на регулярной основе? Ну, раз СБУ написало «светает», значит, слушайте «светана». «Светанок» — это рассвет, потому, скорее всего, на меня намекнули. Ну, давайте посмотрим со всех точек зрения на этот удар. Это не ракета, это не над взрыв, не над полотном, так как парапеты, они не продырявлены взрывчаткой, ну, то есть нет никаких следов взрыва. Значит, это не над мостовой взрыв, это под мостом, под пролетами. Под пролетами мог взорваться с таким ударом только надводный беспилотник типа «Глиссера». «Глиссер» берет около 200, ну, 250-килограммовую авиабомбу, он возьмет. Вот примерно там до 200 килограмм тротилов, если брать в тротиловом эквиваленте, вот примерно этот взрыв тут, который есть по видео, по фото, ну, что уже есть в информационном поле. То есть это примерно взрыв 250-килограммовой авиабомбы, а ФАБ-500 есть такие. А эти авиабомбы может брать, то есть и везти вот такие «Глиссера», которыми работала СБУ вместе с военно-морскими флотом НИШПАПы, СБУ Малюка. То есть это такой тандемный удар, они уже работали несколько раз по Севастопольской бухте, они брали на себя это, то есть они это подтверждали, что это их работа, под общим руководством генерала Залужного, то есть это под руководством Генштаба. Эти вопросы все решаются. Потому, я думаю, и сейчас, вот исключив все возможные варианты, других просто нет. Подложить взрывчатку под мост нереально, то есть там система охраны и обороны, она так устроена, что они никого не подпустили. Неракетный удар, это 100%, неракетные, небеспилотники, воздушные, по крайней мере. То есть это удар под мостом. Значит, я так думаю, ну 99% того, что это как раз вот этот тандем СБУ и ВМС и глиссера. Два глиссера, один за одним. Я так думаю, в ближайшее время может еще появиться видео, которое снимал второй глиссер. То есть когда идет один глиссер, второй идет за ним, снимает первый. И я думаю, появится видео, ну вот в ближайшее время мы, ну, должны увидеть его, по крайней мере. Потому, что это возможно. Ну, по крайней мере, технически это возможно. Ну, понятно, два взрыва, два пролета легло. Уничтожен один мост из Крыма в Тамань. Тот, который из Тамани в Крым, он еще работает. Ну, опять, они сейчас это все перекроют, начнут его обследовать, исследовать, как по нем двигаться. Дело в том, что такого рода взрывы, даже одной авиабомбы такого уровня, по большому счету, подымет и вторые. Ну, то есть на втором мосту могли поднять, подорвать пролеты. Поэтому будут исследовать долго. Но железнодорожный мост работает. Вот здесь вопрос. Ну, я думаю, недолго, так как общая задача уже понятна. Мы начинаем уничтожение тех ниток, по которым Россия снабжает Крымскую, Херсонскую, Запорожскую группировку. Это, кстати, большой привет тем продвигателям ФСБшного нарратива о том, что Крым и Донбасс как-то обменять на вступление в НАТО, на какие-то договорники и т.д. и т.п. Никто никого никуда обменивать не будет. Как генерал сказал, так и будет. Генерал четко сказал, Крым и Донбасс возвращаем военным путем. Потому вот это как раз действие по возвращению Крыма-Донбасса военным путем. Есть еще один мост, который также примерно нужно будет уничтожить. Это мост Таганрогский, так называемый, через Миусский залив, река Миус, Миусский залив, Таганрогский залив впадает Азовского моря. То есть вот через этот мост идет две трети поставок военной амуниции в сторону Таганрога. То есть Ростов-Таганрог-Мариуполь на Донбасс. Поэтому, я думаю, в ближайшее время и туда что-то прилетит. Либо беспилотник морской, либо ракета, либо наземные, воздушные беспилотники. Ну, посмотрим. Здесь уже вариантов очень много. После взрыва в прошлом году российские СМИ и силовики заявляли о том, что Крымский мост чуть ли не один из самых защищенных мест в мире. Там рассказывали о том, что охраняют его с земли, с неба, с моря. Там чуть ли не боевые какие-то дельфины там у них есть, и водолазы в группе оперативной реагирования, и истребители. Как получилось так, что тогда сразу два этих глиссера смогли достичь цели? О чем это может свидетельствовать в плане обороны россиян этого незаконного объекта? Ну, если контрики Малюка не договорились с дельфинами, а они знают их язык, то, значит, просто пропустили. Хотя вариант с дельфинами тоже довольно-таки неплохой. Могли поговорить по дельфине, и дельфины провели эти глиссера, подвели под мост. Ну, это сарказм, конечно. Реально просто есть механизмы, которые позволяют двигаться таким аппаратам, которых не видно, ну, то есть их не видно. Есть механизмы, которые прикрывают следящие системы. Вот и все. И было, скорее всего, вывод из строя следящих систем, и эти аппараты прошли. Ну, контрики ж, они ж непростые хлопцы. Они ж, их везде видно и везде слышно. Это как та же картина, как и в прошлом году, когда работал по этому мосту главное управление разведки Министерства обороны. Это та же самая картина, то есть выполнили задачу на отлично. В прошлом году сейчас служба безопасности с ВМС также выполнила на отлично работу. Но надо повторить, Карфаген должен быть разрушен. Крымский мост должен быть разрушен полностью. То есть это такая одна из домашних задач перед прорывом, перед реальным наступлением. То есть перед горячей фазой наступления. Друзья, вашу оценку этой атаки, а также слова поддержки украинским защитникам, в том числе из рядов службы безопасности и военно-морских сил, можете оставить в комментариях. Роман Григорьевич, в этом году наплыв туристов в Крым мы наблюдали по этим очередям. Около 13 километров была в одну сторону пробка из-за того, что проверяли, в том числе на мосту, значит, тщательно все машины, грузовики, там стояли рамки. И для того, чтобы не было столпотворения, тогда диктатор Путин, значит, предлагал отдыхающим, которые едут в Крым, пользоваться альтернативным маршрутом, который идет по оккупированной части юга Украины. И теперь вот оккупационные власти Крыма тоже говорят, мол, всем, кто хочет приехать в Крым, приезжайте, все будет в порядке, несмотря на анонсированный сезон штормов, который анонсировали в Министерстве обороны на полуострове. Говорят, мол, приезжайте, все в порядке, но для того, чтобы сейчас не подвергать себя опасности, мол, не ехать через Крымский мост, опять-таки предлагают всем ехать через оккупированный юг Крыма, через Херсонскую область, Запорожскую. И как вы считаете, что может ожидать отдыхающих, которые выбрали такой суицидальный туризм, если они выберут маршрут по оккупированной части юга Украины? Ну, я думаю, сейчас будет большой наплыв туристов российских в Крым, причем он реально будет большой, они ж, до них очень сложно доходит опасность такого рода действия. Они сейчас туда поедут селфиться, ну, попытаются, по крайней мере, такую рулетку русскую сыграть. И там, я думаю, может и увеличиться. А то, что двигаться они будут по сухопутному коридору, ну, так я же как раз вот и говорю, там есть еще один мост по Таганровскому мосту, вот примерно такой же, может быть, другими средствами поражения, выведет и этот сухопутный коридор. И тогда уже будет очень большая проблема, как попасть обратно в Россию. Ну, мы как-то с вами говорили, три способа – кролем, брасом и по собачьей. Вот это вот то, что они могут выбирать, какой из способов потом переплыть Керченский пролив. Еще хотелось бы поговорить о нашумевшем интервью новом генерала Залужного в Washington Post. По словам главнокомандующего вооруженными силами Украины, Украина оставляет за собой право и даже будет бить по российской территории оружием, которое будет изготавливать самостоятельно. Залужный сказал, я не буду ни с кем консультироваться, мне не нужны разрешения на то, чтобы бить по России украинским оружием. Если все еще люди боятся того, что Путин нанесет ядерный удар, то детям, которые умирают под российскими обстрелами, мол, все равно. И именно поэтому, да, ожидать стоит вот этих вот атак по российской территории. Как вы считаете, вот такая декларация, то есть намерений, насколько она действительно может, потому что некоторые СМИ уже пишут, что это чуть ли не новая точка отсчета в этой войне, раз главнокомандующий в иностранном издании, еще как бы обратившись, получается, к иностранным лидерам, вот декларирует намерение новых ударов по России. Это, я думаю, в контексте последнее время разных требований к нам, там, не бить по России, как-то начать какие-то переговоры, сдачу территории, замораживание конфликта. То есть вся эта билиберда, которую хотят просунуть в украинское общество. То же самое и сдача Крыма и Донбасса, которая в прошлом году израильтянином Беннетом была подготовлена 27 марта. Вот мы то же самое сейчас слышим, опять это началось от российских либералов, сначала в информационном поле сдать Крым и Донбасс за вступление в НАТО, допустим, или за заморозку конфликта. Это мы слышим уже и от голов внутри Украины, от говорящих голов, которые также просовывают этот нарратив по сдаче Крыма и Донбасса за какие-то кавычки, за остановку боевых действий, за, допустим, тоже вступление. Здесь очень много разных предложений идет со всех сторон, но самое главное это то, что они просовывают в наше общество, это Крым и Донбасс отдать России, отказаться от Крыма и Донбасса. А уже с разными наворотами. Так вот и ответ и на этот нарратив генерала. Причем довольно-таки, во-первых, жесткий, в эфире, то есть он не просто так это в Генштабе сказал, то есть это он уже вышел в эфир на международные площадки и конкретно сказал, ну я перефразирую, может быть, не перефразирую, чуть с другой стороны покажу. Любой военнослужащий вооруженных сил Украины и сил обороны Украины дает присягу народу Украины, не правительству, не президенту, не каким-то мировым лидерам, народу Украины присягу сохранять суверенитет и территориальную целостность государства. Где вот в этой присяге, в клятве, как туда можно всунуть Крым и Донбасс за что-то куда-то передать. То есть, ну а дальше, естественно, удар, который мы увидели по Крыму, и я думаю, в ближайшее время эти же удары пойдут, такого же уровня удары пойдут по территории России, по военным объектам. Мы не бьем по гражданским объектам, мы бить не будем. По военным объектам. И неоднократно, кстати, наши генералы предупреждали, держитесь подальше от военных объектов. Мост в Крым, через который перебрасывается треть военных грузов, является легитимной военной целью. Это военный объект. Там гражданским нечего делать. Будете погибать, потому что ракета или беспилотник, он же не выбирает. Он бьет именно по самому объекту как такового. То же касается и Тогородского моста. Через него две трети идет. То есть, под нему тоже будет нанесен удар. И помимо этого, естественно, по всем военным объектам в России на дальность поражения наших средств, которые у нас уже сейчас, я думаю, в достаточном количестве, так как мы видим наши средства, особенно беспилотники, добираются до аэродромов, того же Воронежа, Курска, Брянска, Белгорода, Ростова. То есть, мы уже начинаем работать на дальность где-то как минимум в 200 километров. А это довольно-таки глубокий тыл российской акции. Я следующий вопрос хотел оставить на финал, но раз вы вспомнили Израиль, сразу просто несколько собеседников, которые регулярно появляются у нас на канале, попросили меня попросить вас объяснить ваши слова об Израиле, когда вы сказали, что пора стране определяться, они с умными или с красивыми, и даже назвали, если я не ошибаюсь, в эфире 24-го канала, Израиль по нынешним меркам врагом Украины. Вот людей это возмутило некоторых. Можете, пожалуйста, объяснить свою позицию на самом деле? Потому что, ну, действительно, звучали даже обвинения в ваш адрес в антисемитизме. Ну, это их проблемы. У меня есть 32-я часть еврейской крови, у меня одна из моих прабабушек – польская еврейка, потому антисемитизм тут в сторону оставим. А вот то, что касается конкретно Израиля, конкретно правительства Израиля, которому надо уже давно определиться, с умными они или с красивыми, и, в конце концов, стать на одну из сторон. И тогда либо это правительство будет нашими партнерами, или, если они станут на другую сторону, оно станет нашими врагами. Так вот, им надо четко об этом определиться. Иначе мы будем уже определять. Потому что есть очень много вопросов, связанных именно с правительством Израиля. Поменяли одного на другого, Бенетона, Нетаньяху, но не изменилась риторика, не изменилось действия по отношению с нашим противником. Правительство Нетаньяху увеличивает контакты с российским правительством, увеличивает дипломатические связи, то есть расширяет сферу деятельности. А это уже, естественно, для нас уже понятно. То есть для нас уже понятно, что как минимум правительство Нетаньяху начинает скатываться в сторону российской, по крайней мере, российского взгляда на происходящее событие, на нашу войну. А раз это так, значит, тогда мы же будем определяться. Потому чем быстрее определится правительство Израиля, тем быстрее уже и мы будем действовать. Ну, мы уже начинаем действовать. Потому что нам в тех обстоятельствах, в которых сейчас находится Украина, нам нужно понимать точно, кто с нами. Ну, а естественно, кто не с нами, тот получается против нас. Сейчас читайте Библию Иисуса, кто не со мной, тот против меня. То есть этот принцип, он на войне очень четко и понятен, и четок, и ясен. Черное и белое. На войне серого нет. Не получится сидеть на заборе долго. Либо с умными, либо с красивыми. А народ Израиля должен определиться со своим правительством. Очень много израильтян помогают нашей войне и воевать против России. Но вот с Израилем, в смысле правительством Израиля, как-то, скорее всего, не сложилось. А так как там демократическое общество, оно может надавить на правительство Израиля и решить этот вопрос. Для определения, хотя бы для определения. Потому что мы тогда определимся. А когда мы уже определимся, обратной дороги может просто не быть. Спасибо за ваш ответ. Должен был предоставить вам слово. Друзья, вы, ваше мнение по поводу, в том числе, помощи и отношения Израиля к войне России против Украины можете оставить ваше впечатление, можете оставить в комментариях. Мы будем двигаться дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!